Привет всем! Сегодня хочу рассказать об одном фильме, который наверняка для многих прошел незамеченным, и фильм совсем не новый. Удивительным образом, если можно себе представить фильм, который был бы с одной стороны духовный и посвящен духовным поискам, с другой стороны при этом относился к категории 21+, то вот этот фильм относится к такой категории. Так что будьте аккуратны при просмотре, это не для детей и даже не для подростков, и даже взрослым пойдет не всем. Не так много актрис производит на меня большое впечатление, Шерри Ли производит. И сама по себе обворожительно, и сыграла здесь просто идеально. Если бы я делал этот обзор, скажем, 5 лет назад, то я, наверное, сказал бы, что это фильм о кризисе среднего возраста, потому что он там действительно есть, это лейтмотив, и именно этому он посвящен. С другой стороны, сегодня я просто обязан сказать, что это фильм о Мэктау. Тут, правда, в последнее время в очередной раз наметилось множественное прочтение, что такое Мэктау и чем он не является. Понятие действительно сложное, очень расплывчатое. Многие люди пытаются снова и снова дать определение, переписывают манифест. Кто-то заявляет, что манифеста не может быть принципиально, потому что это противоречит самой идее. Тем не менее, в этом фильме эта тема раскрыта, и раскрыта довольно грамотно. Хоть у нас всего два героя, соответственно, не так уж много вариантов они могут продемонстрировать. С одной стороны, хочется что-то сказать, и это был бы вообще хороший фильм для обсуждения на каком-нибудь мужском клубе. С другой стороны, не хочется делать спойлеров. Во-первых, странным образом, секс, тем более некоторые экстремальные его формы, действительно иногда могут служить таким гейтуэем, воротами в следующий этап. Именно через эту точку человека может подтолкнуть к чему-то совершенно новому. И этот мотив замечательно оттеняется саундтреком Леонардо Коуэна, которого в этом фильме много, очень много, даже, может быть, больше, чем стоило. Коуэн о таких вещах умел говорить, и умел говорить хорошо. Во-вторых, подобно тому, как у человека есть физические ограничения, то есть мы не можем прыгнуть на километр, мы не можем перепрыгнуть дом, у нас есть предел. Так вот, в сфере взаимоотношений, и в частности сексуальных взаимоотношений, у людей, по крайней мере у людей западной цивилизации, тоже существует свой предел. И когда люди его проскакивают, думают, что им можно вообще все, что теперь они совершенно свободны, их ничто не сдерживает, и они способны вообще на все. Оказывается, удивительным образом, люди часто заблуждаются на этот счет. В этой сфере у нас тоже есть свой предел. И можно попытаться заглотить такой кусок, который просто не сможешь переварить. И это чревато последствиями. А в-третьих, и это главное, не существует ни универсального рецепта, ни универсального решения, ни универсального пути, что в некотором смысле все упрощает, а в некотором смысле все очень сильно усложняет. Фильм доступен даже на русском, если поискать в Рунете, а на английском он вообще, по-моему, лежит нарезанной частями прямо на Ютубе. Так что в завершение я закончу цитатой из фильма, в которой о Мэктау сказано даже больше, чем в манифесте Мэктау. Всем пока и удачи. Я просто думаю, что я должен идти домой. Что ты говоришь? Марти, ты говоришь это себе. Мы должны попробовать и улучшить наши умения. Я не понимаю, как у нас на Мисты Моунтансе будет делать это. Может быть, мы должны идти домой и сделать это чувствовать. Коузин, скажи, что ты строишь монастырь так далеко от дома, как ты можешь найти. Это как правило. Марти, there is no way, Марти. Не сделайте монастырь в другую мечту. Это просто место, но твоя собственная природа, твоя собственная природа, твоя собственная природа, это внутри тебя. Если ты это понимаешь или нет, то, как ты понимаешь, это зависит от тебя. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!